В момент зарождения Османской империи мусульмане вели активное завоевание европейских земель, кроме территорий и богатств. Эти завоевания сделали зажиточных мусульман и не только еще богаче, за счет огромного количества рабов. Большая часть из них – это были женщины и дети. Самые красивые, самые достойные женщины попадали в султанский гарем. Честно говоря, очень богатый мужчина-мусульманин мог иметь в своем распоряжении целую тысячу рабов. Рабы были даже у обычных солдат. Вы не поверите, но самых отборных женщин по красоте и интеллекту, которые жили в закрытых помещениях, охраняли такие жалкие существа, как евнухи. Гарем рос, а его хозяин становился все более сытым. Сытость в Османском гареме означала большой выбор для одного мужчины и унижение пренебрежением для десятков, а то и сотен красивых женщин. Каждая из женщин, живущих в гареме, даже если она имела сына или дочь, особенно дочь от султана, больше всего не хватало гарантий и стабильности. Потому как каждый день ее султан мог выбрать любую другую женщину в гареме, которая могла ему больше понравиться, в результате чего мать, дочери или сына чаще всего впоследствии оставалось неудел. Уже через сто лет после того, как умерли Сулейман и Хюрем, наложницы гаремов, которые не стали фаворитками султана, оказались забытыми девушками из гарема. Их статус был гораздо ниже, чем у тех наложниц, которые когда-то понравились султану. Уже в 1600-х годах гарем османского султана стал разрастаться до небывалых размеров, а уже в начале 17 века корпус евнухов гарема насчитывал порядка полутора тысяч человек. Это было самое большое количество евнухов за всю историю существования гарема султана. Такое огромное количество евнухов султаны смогли приобрести за счет того, что был завоеван Египет. Большую часть евнухов в султанском гареме составляли именно чернокожие рабы. Меня часто спрашивают, был ли Сюмбюль-Ага главным евнухом гарема. Дорогие мои, должность главного евнуха гарема была создана только в 1574 году. И вы удивитесь, но главный черный евнух чаще всего считался вторым человеком после великого визиря. Но были в османском гареме и белые евнухи. Чаще всего они не охраняли гарем. Они занимались дворцовой бюрократией. После того, как султанат был отменен, а все члены османской династии покинули Турцию без права на возвращение. Что стало с евнухами? Что стало с наложницами? Это, друзья мои, отдельная очень трагическая история. Евнухи в гареме делились на богатых и бедных. И те, кто занимал высокое положение, будучи богатым, скопили себе немалое состояние. После того, как рухнула Османская империя, все евнухи остались на улице. Богатые аги смогли позволить себе небедно жить. Остальные же были вынуждены объединиться в сообщество для того, чтобы не дать друг другу погибнуть. Среди евнухов Османского гарема были и те, кто поселился в Египте, попав в гаремы египетских принцесс. Там они жили, пока не умерли. А что стало с наложницами? Про судьбу бедных несчастных наложниц из Османского гарема я расскажу вам в отдельном видео. Пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить лайк и оставлять комментарий. Напишите, из какой вы страны, нас смотрите. Наших зрителей всегда интересует, в каких странах люди еще интересуются великолепным веком.